МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На набережной Владивостока появится большой рыбный рынок. Но речь не о нескончаемых открытых уличных лотках. В центре краевой столицы построят полноценный многофункциональный культурно-досуговый комплекс с рыбной тематикой. Давно пора. Город-то приморский. Такой проект хотят запустить японские инвесторы. Компания Киамура Корпорейшн. Киамура Корпорейшн. Японская компания. Была основана в 1985 году. Управляет одной из крупнейших в Японии сетью ресторанов суши Занмайи. В сферу деятельности компании входит также розничная продажа готовых продуктов и напитков для торговли внутри страны. Японские инвесторы обсуждали проект с городскими и краевыми властями. На сегодняшний день концепция рыбного рынка на Корабельной набережной такова. По задумке местных архитекторов, комплекс должен быть построен в виде ската. В основной части это будет двухэтажное здание. Разместят торговые павильоны со свежей и свежемороженной рыбой. Здесь же будут кафе, рестораны и суши-бары. А в хвосте планируют сделать воздушный переход, по которому посетители комплекса смогут выходить сразу на Светландскую улицу. Идея не нова, такие комплексы очень распространены в Японии. За пример для нашего ската директор Киамура Корпорейшн Токихиро Суда берет оптовый рынок рыбы и морепродуктов в Токио. Цукидзи. Сегодня это одна из крупнейших площадок для торговли и досуга в стране восходящего солнца. Построить комплекс во Владивостоке хотят в районе Корабельной набережной. Удобное место. Легко будет подобраться хоть на машине, хоть пешком. Займет комплекс площадь 8 тысяч квадратных метров. Но есть и другое потенциальное место. Улица Татарская. По задумке властей, скат там также идеально впишется в уже существующие на этом месте объекты. Недалеко Владивостокский рыбокомбинат, зоны отдыха, берег здоровья и Приморский бульвар. А еще по плану именно сюда будет выходить автомобильная развязка в КАД. Пока проект только на бумаге. Детальнее его обсудят на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Но уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, которые готовы поставлять на рынок свежую рыбу. В их числе может оказаться и Марья Ивановна. Помните, в одном из выпусков экономики мы говорили, что пенсионерка развивает свою морскую деляну, выращивает устрицы и гребешки. Так вот, строительство так называемого многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком откроет возможности для сбыта морских гадов. Начнет поставлять Ольгинская бизнесвумен в краевой центр свежие морепродукты. Гребешки с устрицами пойдут во Владивосток и по суше, и по воде. Расположение ската позволяет и то, и другое. В скором времени сможет даже расширить производство. Марья Ивановна не прибыль, а посетителям рыбного рынка в какой-то веки заграничный сервис. Да и сама Марья Ивановна станет постоянным клиентом местных суши-баров. А вместе с ней и туристы из Приморья, России и других стран. Что еще может привлечь туристов в краевую столицу, задумались школьники. И рассказали, чего еще, кроме рыбного рынка, не хватает Владивостоку. Я бы, например, построил больше парков развлечений для детей. Сделала бы разные статуи. Новые зоопарки, развлекательные центры. Я, наверное, бы изменила дома, сделала бы их высокими, более красивыми. Некоторые водители говорят, у нас плохая дорога в Владивостоке, ну, камни всякие. Например, вот тут как подниматься, я бы тут изменила дорогу и какое-нибудь что-то красивое везде цветочки посадила. Продвигал бы экологически чистое топливо, построил бы большое количество станций для зарядки электромобилей и начал бы продвигать электромобилестроение. А ведь школьники не ошиблись. Из Владивостока власти действительно хотят сделать город-сад. Небоскребы, крытые и подземные парковки, торговые центры и новые производства. От стройматериалов до алмазов. Что ж, поживем-увидим. На этом все. Будьте в курсе новостей приморской экономики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова